А вы в курсе, что в Сочи 23 июля стартует уникальное шоу? Королевский цирк Ги Эрадзе начинает гастроли на курорте. В Сочи Королевский цирк приехал в рамках большого тура после продолжительных гастролей в московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре. За 8 месяцев на главном столичном манеже страны это шоу посмотрело более полумиллиона зрителей и все остались в абсолютном восторге. Ну и теперь окунуться в трехчасовую сказочную мистерию Королевский цирк Ги Эрадзе предлагает сочинцам и гостям курорта. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, генеральный продюсер Королевского цирка, заслуженный артист Грузии Ги Эрадзе. Ги, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в нашу студию. Очень приятно вас видеть в Сочи, в нашем городе. Спасибо. Ну, я знаю, что шоу Королевский цирк был официально объявлен лучшим цирковым шоу по результатам голосования зрителей и международного жюри и получил первую ежегодную премию мастера в номинации «Шоу года». Королевский цирк, что это за представление, что это за спектакль, что это за шоу, в чем его уникальность? Спасибо. Ну, я думаю, что нас сочинцы знают, потому что мы каждые два года сюда приезжаем совершенно абсолютно разными спектаклями. Никогда я не привожу одно и то же. И этот мой приезд в Сочи тоже не исключение, безусловно. Это новый формат спектакля, абсолютно новый формат, но в той стилистике, которую я всегда делал в спектакле. Это грандиозное шоу, это 18 машин, почти состав поезда, это колоссальное количество животных и птиц, это 130 артистов, обслуживающий персонал, технический состав полностью, артисты приехали все здесь, в Сочи, все уже в данный момент репетируют, и 23 июля грандиозная будет премьера. Почему грандиозная? Потому что спектакль на самом деле признан на первой международной премии мастера, которая была в Сочи, лучшим шоу года. И хочу вам сказать, что на самом деле в этом спектакле собраны лучшие из лучших. Это, безусловно, так и есть, это гордость нашей государственной компании «Росгосцирк», этот коллектив. Это колоссальный коллектив с огромным техническим орудованием, с тонны декораций висят, все подсобные помещения, даже все огромные дворы Сочинского цирка забиты животными, везде стоят животные и птицы, люди репетируют. Все это для того, чтобы грандиозная премьера состоялась, и все лето до 28 августа Королевский цирк будет на гастролях в Сочинском цирке. В субботу и воскресенье будут проходить спектакли по два шоу в день, а в четверг будет дополнительный спектакль в будний день, чтобы уже, вероятно, и наверняка все попали на этот спектакль, потому что он поражает своими габаритами, своими масштабами. Это фантастичное зрелище. А сейчас поехали на гастроли в тур по всем городам. Естественно, лето Сочи, мы очень любим Сочи, безумно любим Сочи. Приезжать сюда, в этот замечательный цирк, которым я еще работал, когда мне было еще, бог знает, сколько, и я знаю этот цирк досконально. Давайте подробнее начнем с декораций. Говорят, что аналогов таким декорациям, которые вы привезли в Сочи, просто во всем мире нет. Да, это как только вы зайдете в зал, в сочинский цирк, вы увидите декорацию, которая стоит на 12 метров в высоту. Это Королевский замок, который был специально создан для этого проекта. Это выдвижные лестницы, колонны, подсветки, несколько уровней этажа, где работают артисты на сцене, живой звук наверху сидит. Вообще, это большое шоу. Ну, вы знаете, очень много новых номеров, новых аттракционов, новых блоков. Вообще, канва это 3000 костюмов. Самое главное, что я забыл сказать, 3000 костюмов было прошито совершенно эксклюзивных, потрясающих, неповторимых для этого шоу. Все в стразах, все в Сваровском, все в пивер. Это такой некий синтез. Синтез плетения жанров, эстрады, цирка, мюзикла. Это лидо, мулен, руши, цирковые жанры. Это очень такое фееричное шоу. Это на самом деле шоу больших таких объемов, габаритов, масштабов. Так что ждем вас всех. Абсолютно нестандартный цирк. Это просто, я опять так скажу, это на самом деле сплетение жанров. Эстрады и цирка, мюзикла и цирка. Все на цирке, на базе цирка, в основном животных, потому что через каждый номер практически работают животные. Их большое количество. Ну, говоря о декорациях, я знаю, что будет какой-то совершенно изумительный номер, с роялем. Да, это мой новый номер, в общем, новое мое произведение, которое много лет я готовил. Это хрустальный рояль из сваровских белых камней с фонтанами, в котором внутри фонтанов и воды работает потрясающий Квири Брис, молодой человек. В окружении его колдобалет настоящая артистка классического балета на пуантах, в пачках. Это такая история любви, совершенно сумасшедшая, со своей драматургией, со смыслом, где в конце остается балетная статуэтка одна на этом рояле. И ее белый журавль подымает в небо, и они кружат под куполом цирка. Потрясающе, любовный, красивый номер, история любви, рабстория такая любви под куполом цирка. То есть, это очень красиво. Но многие приходят в цирк для того, чтобы посмотреть на животных. Какие, может быть, уникальные, экзотические животные, которые... Ой, животных, мне кажется, столько животных, сколько в этой программе. Есть только во втором моем шоу, шоу «Баронеты», потому что мои спектакли всегда славили животными, они всегда были очень объемные, я очень любил животных цирки, работал со всеми видами животными, вообще я отработал за 24 года работы в цирке, я отработал со всеми животными, какими можно было отработать, кроме слонов и растоногих у меня не было. В этом спектакле львы, тигры, лошади, яки, зебры, антилопы, ламы, скунсы, дикобразы, собаки, пеликаны. Здесь колоссальное количество животных. Очень много животных, так что приходите, все это вы видите. И те, кто имеет, может быть, какую-то мечту, а я думаю, что многие хотят попасть в закулисную часть цирка, то мы после каждого шоу всех зрителей запускаем в закулисную часть, чтобы посмотреть обитание животных за кулисами. Так что следите за табличками, в файле цирка будут указаны таблички «Экскурсия в закулисную часть», «Зоопарк за кулисами цирка», и вы увидите, как мы разместили своих животных. Ну да, сбудется, возможно, чья-то мечта. Ну и все-таки подробнее о номерах. Аттракцион «Дикий мир», как раз, если мы говорим о животных, он получил награду «Золотой слон», специальный приз от Министерства культуры страны, еще ряд просто крупнейших наград. Как вам кажется, в чем секрет успеха? Я получил приз Первого канала и много призов, потому что мы отработали международный фестиваль, опять-таки, который проходил в московском цирке Никулина, было международное жюри, и так получилось, что именно этот аттракцион собрал одновременно семь наград. Такого не бывало еще. Это «Золотой слон» самого фестиваля, это награда Министерства культуры, это награда Первого канала, это приглашение в Италию на фестиваль Квабио Мантико, это приз Европейской ассоциации цирков, это испанский приз, еще ряд спецпризов было. Значит, это потрясающий аттракцион. Почему он потрясающий? Потому что это уникальный аттракцион, это смешанная группа хищных животных в одной клетке с участием кордобалета и животных вместе. То есть в клетке 13 хищников, мыс, партнерша с артистами балета, и вокруг клетки 16 человек артистов балета, и все это вместе. Видите, хищники, люди. Замечательно. Мы совместили такое несовместимое, которое не делал никто никогда. И трюки, которые вы увидите, это настоящие, те советские трюки цирка, которые адаптированы в сегодняшнем дне. Допустим, великий трюк Ирины Бугримовой, когда она летала под куполом цирка со львом, мы это сделали только с тигром, на свинксе, такой же кач, так же поднимается у меня партнерша. То есть мы восстановили то, то забытое старое, то, что уже забыли, только подали это в другой подаче. А кто ваша публика? Кто может прийти? Кому может быть интересно? Вы знаете, вот именно этот спектакль был рассчитан для всех. К нам ходят очень много и молодых ребят, и девушек. К нам ходят и цирковой зритель, который с поклон веков ходит в цирк. И к нам ходят именно те, кто не ходит просто в цирк, а именно та дорогая публика, которая входит в Большой театр, входит в другое место, но не в цирк. А мы их затянули в цирк, потому что мы доказали, что цирк это профессиональное искусство, и в цирке могут быть тоже некие абсолютно креативные спектакли, абсолютно другого формата. И люди это уже знают. И к нам ходят все. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам. Но я хочу еще раз напомнить, что ближайшие премьерные представления шоу «Королевский цирк» и «Радзе» уже в эту субботу, 23 июля в 19.30, и в воскресенье 24 июля в 16 часов. Далее представления будут проходить по четвергам, субботам и воскресеньям. Билеты в кассах сочинского цирка и на сайте royalsocus.ru. Попасть в королевство сказочных грез и волшебный мир цирковых иллюзий зрители смогут до 28 августа. И я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был генеральный продюсер Королевского цирка, заслуженный артист Грузии Гия Эрадзе. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире и ходите в цирк. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова